Сокровище Благодарим тебя и славим Ты великий, ты чудный И я молюсь о том, чтобы ты благословил Каждую руку, которая жертвует сегодня Свои финансы, показывает Этим то, что ты, Иисус Для нас единственное сокровище Благодарим тебя и славим И весь народ скажет Аминь Ты и есть сокровище Наши, Иисус Наши сердце Привязано к Христу Аллилуйя И всегда можем От всего сердца Господи выразить словами нашими Все, что бы мы хотели Тебе говорить Как хочется, Господь, сидеть Писать слова, сочинить слова Которую бы подарить тебе Сладкий Иисус Драгоценный Иисус Самый лучший, иногда говорю Иисус Джан Я хочу, чтобы церковь твоя Любил тебя больше всего Больше всего Слышишь, церковь, народ Божий Я хочу, чтобы церковь влюбился В Иисуса Или влюбилась, не знаю Простите за ошибки Мне важно, чтобы вы влюбились Чтобы нас не заставляли руки поднимать Чтобы нам никто не говорил Громко пой ему Поставь славу ему Хлопай от всего сердца Больше, чем ты хлопаешь пастырям Он, лишь он И лишь он Достоин славы и чести Иисус Мы чувствуем твое присутствие уже здесь Аллилуйя, народ Давай, подними руки Подними руки Закрывай твои глаза Давай будем искать его больше Он уже здесь с утра Но давай скажи Приблизь меня к себе, Иисус Я хочу, я хочу тебя Я хочу тебя Я хочу тебя Прикосновение О, коснись его так Чтобы сила от него Сошла от земли на тебя И тогда получишь чудо И тогда получишь исцеление Славный Бог Чудный Бог Поклоняемся тебе, Иисус Чтим тебе, Иисус Поклоняемся тебе, Иисус Поклоняемся тебе, Иисус От твоего престола течет благода Удивляюсь я опять, как же можно так любить И за нас кровь пролить, удивляюсь, смотря на тебя Поклоняюсь, люблю я тебя, не забуду Все, что сделал ты для меня, представляю твое имя в саду Обожаю, начинаю тебя, только ты Бог Может так возлюбить меня От твоего престола течет нога Миру слеза на нас, удивляюсь я опять Как же можно так любить И за нас кровь пролить Удивляюсь, смотря на тебя, поклоняюсь Люблю я тебя, не забуду Все, что сделал ты для меня Прославляю твое имя всегда Обожаю, начинаю тебя Только ты Бог Может так возлюбить меня Моё сердце любит тебя И ты знаешь, Олег, я ревную, Господь Я не забуду, Господь Я не забуду Я не забуду, Господь Я не забуду, Господь Я не забуду, Господь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok чтобы это было оазисом, когда мы приходим и наслаждаемся там присутствии Твоем и присутствии друг друга. Я молюсь, Господь, чтобы это слово, оно было действенно, чтобы оно имело силу и влияние изменять жизни людей, и чтобы каждый человек получил именно то откровение в той сфере, где ему нужно получить, и не просто получить, но исполнить последствия силой Духа Твоего, Отче наш, во имя Иисуса Христа. Поэтому Дух Святой просто говори через меня сейчас, благослови Твой народ, пусть действуют Твои дары, дар знания, дар мудрости, пророчества, исцеления, пусть Господь исцеляй кого-то духовно, физически, душевно. Во имя Иисуса Дух Святой говори людям, Боже, пророчески слова, говори, Господь, в их жизнь. В чем-то, может, надо обличить кого-то, в чем-то укрепить. Это Твоя работа, Дух Святой, и это Ты будешь делать, Господь. Мы просто сосуды в Твоих руках. Во имя Иисуса Христа. Любим Тебя, Иисус, любим Тебя, Отец, любим Тебя, Дух Святой. И вся слава будет Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Воздайте Богу славу. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Я приветствую всех вас, братья и сестры. Также приветствую всех зрителей канала Вера24 и всех, кто смотрит в интернете сейчас нас. Пусть Бог благословит и коснется вас на этом месте, где вы находитесь. Приветствую вас всех, братья и сестры. Очень соскучился. Пусть Бог благословит вас сегодня. Я дома. Аллилуйя. Давайте воздадим Богу славу. Аллилуйя. Слава Иисусу. Присаживайтесь. Вчера я на лидерском говорил, говорю, что-то со мной происходит. Приезжая в Сочи, через пару часов у меня такое ощущение, что я отсюда не уезжал никуда вообще. Знаете, это наша семья, и я хочу сегодня, чтобы вы не просто послушали проповедь человека. Я хотел бы, чтобы ваши семьи были счастливы, ваши дети были счастливы, ваши поколения. То семя, которое Бог вас благословил, она была намного лучше, чем наши семьи. Аминь, дорогие. Хочу сразу сказать, что Бог очень сильно ставит акцент на наших детей сейчас. Я очень сильно получаю эти откровения по поводу нашего поколения нового. И Бог очень сильно благословит детей наших. Это то потомство, которое должно овладеть городами. Оно должно усилиться, оно должно занять посты. И тогда мы увидим, что в этом мире что-то изменится. Изменят этот мир люди. Изменят люди верующие. Неверующие люди, они никогда не меняли мир. Они могли только сделать что-то хуже. Поэтому сегодня время и вызов, чтобы мы воспитывали детей в духе. Не просто религиозными фанатиками, да. Мы воспитывали в том, что вы дети Бога Живого. Что Бог усыновил вас через крест Иисуса Христа. Вы дети царя-царей. И поэтому вы должны быть самыми лучшими. Самыми умными. Самыми образованными. Самыми сильными. Самыми посвященными. Аминь, церковь. Не просто ходить в церковь по воскресенью, потом всю неделю просто жить. Вы хозяева. Вы хозяева на земле. Когда Бог потопил этот мир, Он оставил несколько праведников. И сказал, сыновья твои овладеют этими городами. Он не сказал, что какие-то безбожники будут править этим миром. Он сказал, сыновья. Он потопил этот мир, чтобы овладели праведные люди. Поэтому, дорогие друзья, Бог не сказал, уходя на небеса и сидите в церкви и проповедуйте Евангелие. Он сказал, идите. Просто многие христиане добавили, сидите. И сидят. Это хорошо, когда мы в церкви, когда мы проповедуем. Но когда мы выходим отсюда, то там начинается наша работа. Мы должны идти и не сидеть. Мы должны быть движением. И тогда мы увидим царство Божье, как будет расширяться. И многие люди сегодня ждут вас. Есть в этом городе люди. Я вчера пророчествовал здесь. Я видел в духе этих людей. Я даже имена называл. Представляете? Мне Бог говорил вчера. Есть люди, которые сегодня, вот прямо сейчас, они где-то в грехах. Они живут, они мучаются, да? И кто-то из вас должен пойти к ним и сказать, Бог любит тебя. И он должен прийти сюда. И вот эти люди, они будут очень сильно активными людьми. Очень сильные, активные люди сегодня находятся в мире. Они ждут, когда же верующие придут к ним. И они томятся там. Они даже не знают, что делать. Но они не соглашаются. Но они не знают выхода. Поэтому, дорогие, я просто побуждаю вас в у меня сердце проповедовать Евангелие. Это великое поручение. Вы никогда не должны останавливаться делать это. Церковь, когда останавливает проповедь, она застывает. Она превращается в секту. Она начинает внутри вариться, кости омывать друг к другу. Разборки религиозные. Поэтому у нас не должно быть даже времени на это. Мы должны просто идти проповедовать Евангелие. Я очень благодарю Бога. Церковь полная. Много людей новых вижу. Благодарю пастора Олега. Очень рад и счастлив, что имеет такого друга. В дружбе в моем списке друзей Марину. И очень рад, что вообще в Царстве Божьем есть такой человек. Потому что на самом деле, дорогие, я вот смотрю, у меня боль в сердце. Мало людей в Царстве Божьем. Мало людей посвященных. Мало людей, которых искренних, настоящих. Вы знаете? Когда кого-то встречаешь, радуешься, думаешь, вау, хорошо. И мы же люди различаем, мы чувствуем, потом смотришь, началось. Этот таракан, другой таракан, тут политика, тут разборка, тут еще что. Думаешь, Господи, ну я устал от этого всего мира, ну почему здесь так же? Знаете, и поэтому, когда появляются настоящие люди, когда появляются посвященные люди, когда появляются люди, которые просто хотят служить Богу, это огромная радость и огромное благословение для всего нашего Царства. Аминь, дорогие. Поэтому, когда вы видите, когда вы в Церкви, где есть такой пастырь, надо очень радоваться и держите его руки всегда. Вы знаете, все атаки идут на пастыров и на тех, которые в первых рядах. Потому что Бог, Он написал в Слове Своем, поражу пастыря, разбегутся овцы. И всегда будут атаки, вы должны всегда поднимать его руки. Он должен чувствовать, что за ним стоит армия. И Он идет смело вперед, и сзади идут люди. Аминь, дорогие друзья. Чувствую дух, это надо было сказать. Но сегодня меня попросили проповедовать о семье. Вот, я напоминаю вас, что я карабахский армянин, моя жена спартанка, да? И я буду рассказывать о греческо-спартанской карабахской семье. Аминь. Поэтому я попрошу сестер все камни выкинуть, которые остались после Олега Тихонова, выкинуть совершенно все камни. Буду говорить правду. Ничего кроме правды могу даже до Библии поклясться. Понимаете? Я буду говорить слово, где написано. Я буду повторять. Вы знаете, хочу также сказать, напомнить, что ничего нового проповедовать не буду. И если кто-то скажет, что он пришел сегодня сюда проповедовать новую проповедь, он обманывает. Подумайте сами. За две тысячи лет, как можно было что-то не успеть проповедовать? Эта книга проповедована уже тысячи раз. Просто вопрос в том, что сегодня Дух Божий здесь, и те сердца, которые открыты, они что-то получат. А те сердца, которые не открыты, они также пропустят мимо. Но мы должны стать сильными в семьях. Почему? Потому что моя проповедь называется, крепкая семья – это залог успеха. Вы знаете, я еще никогда не видел человека успешного, в нашем понимании, никогда в его жизни везде гармония, успех, и чтобы у него была слабая семья, или были разборки в семьях, знаете. Но я видел много людей, которые успешны, и первое, у них в семьях всегда есть дружба, единство и любовь, и уважение мужа и жены друг к другу, и детей к родителям. И вот там везде успех. Вы думаете, почему Горбачев таким стал? Потому что Раиса была сильная, она шла за ним, помните, да? Поэтому Горбачев стал Горбачевым. Знаете, и я всегда удивлялся, я понимал это 100%, у этого человека нет таких даров. Вот жена, которая шла сзади, вот она его толкала, знаете. Иногда жены толкают мужей. Это тоже неплохо, бывают такие случаи. Но вы знаете, жены, дорогие жены, я вам хочу сказать, от вас зависит очень многое. Потому что Библия четко говорит, мудрая жена устроит дом, глупая разрушит. Сегодня жены должны стать мудрее, сегодня мужья должны понять, что они понимали. Я сегодня с утра говорю ласковые слова своей жене, она говорит, а готовишься к проповеди? Я говорю, ах, ты опять вычислила меня. Я даже новые названия ей сегодня придумал. Говорю, не надо, не надо. Я говорю, надо, Федя, надо. Мне даже надо психологический настрой. Я же хороший муж. Вы знаете, иногда бывает плохой, но в основное время хороший. Потому что у нас есть прекрасные дети, и мы на днях думали, где же они? Вдруг увидели, что наши дети, все четверо, все в разных местах, разных городах. Одна в Питере, другая в Краснодаре, в Сочи, на Поляне. Вот они разбросаны, кто-то из них сегодня появится здесь. Но мы очень счастливы, дорогие. Мы очень счастливы. Я очень счастливый человек. Я люблю свою семью. Я имею право проповедовать про семью, потому что я счастливый человек. Знаете, я думаю, что не может человек бедный проповедовать о деньгах. Не может человек несчастный проповедовать о счастливой семье. Не может человек глупый говорить о мудрости. Аминь, дорогие. Поэтому мы должны проповедовать то, в чем мы живем. Сегодня мы живем счастливо. Моя жена, она библейская жена, она мне повинуется во всем. Вы знаете, когда мы решили уехать уже в Краснодар, Бог мне открыл, Он открывает всегда мужьям. Аминь. Не шумно. И когда Он мне открыл, я уже принял решение, я буду переезжать. Я просто подошел, начал ее готовить. Я говорю, дорогая, а как насчет Краснодара вообще, если вдруг Бог нам откроет? Она говорит, что Краснодар? Любое место с тобой. Вы знаете, я говорю, ах, так, уже открыл. И мы взяли просто и уехали. Знаете, слова Иисуса Христу. Я хочу, чтобы, жены, вы понимали, величайшим благословением для женщины является повиновение мужчине. Вот такой женщине мужчина готов дать все. Если вы хотите, чтобы мужчина был готов для вас на все, то, женщина, это величайшее благословение для вас повиноваться мужу. Если женщина не повинуется своим мужчину, никогда мужчина не будет благословлять эту женщину. Вы знаете, он будет убегать от нее, он не будет приходить домой, и однажды какая-то карга обязательно появится у него. Понимаете? Потому что они сразу появляются в эти моменты. Вот для этого нужно понять, дорогие друзья, дорогие сестры, величайшим благословением является повиновение своим мужем для женщины. В такой женщине мужчина готов сделать все. Вот сейчас мужчины. Аминь! Аминь! Поэтому женщины хотят, чтобы мужчины для них сворачивали горы, но не хотят. Дорогие друзья, мы пройдем начало, мы чуть-чуть будем учиться, будем смотреть слово, и пусть Бог коснется вас. Вы знаете, хочу вас напомнить, что Бог создал самое первое на земле после сотворения человека семью. Он не создал церковь, он не создал общину, синагогу, еще что-то. Он создал семью, и первая атака была прямо на семью. Враг душ человеческих понял, что этот союз, он если будет крепким, они все смогут. Поэтому он ударил на семью, Ева поддалась, и сделала грех, муж был рядом, он послушался, у них начались проблемы. И вы знаете, сразу же убил брат брата. Начались разборки, этим разборкам уже очень много тысяч лет. Вы знаете, и семьи атакуемы больше всего. Сегодня моему великому сожалению, порядка 80% семей разводятся. И моему великому сожалению, что это дошло до церкви. Слово развод, которым было стыдно раньше говорить, даже в мирских восточных семьях, знаете, уже в церквях спокойно говорят, а не захочу разведусь, поженюсь. Человек замуж выходит или женится, заранее уже думают, если что разведусь. Вы знаете, я вам хочу сказать, это мерзость перед Богом. Если ты хочешь выйти замуж, у тебя есть внутреннее понимание, что в случае чего разведусь, хочу тебя разочаровать, разведешься. Вот когда ты выходишь замуж, ты должен понять, мне нужно несколько слов исключить. Один из них развод. Это слово должно исключиться из моей жизни. Это слово должно звучать как проклятие. Понимаете? Не как благословение. Есть ли что я еще раз? Я иногда встречаю людей, говорю, как ты там, сколько он говорит, пять раз я женат. Вы знаете, у меня, честно говоря, я сразу падает уважение всякое к этому человеку. Я не хочу дружить с человеком, который пять раз был женат. Кто-нибудь хочет таким человеком дружить? Вы знаете, он для меня опасен. Ну, если, конечно, Господь не переродил его там, перри-пери-пери, он там молния сошла на него, гром там, все он понял, за все пять браков покаялся, да, и стал самаритянкой, который принес пробуждение. Вот только тогда можно дружить с ним. А в других случаях он еще сидит и думает о шестой жене и говорит, нету сестер церкви? Я говорю, уйди отсюда. Эта рука тебя никогда не коснется. Знаете, выйди, иди в другое место. Здесь нет таких сестер. Это мои дочери, это мои сестры. Я выдам их замуж за нормальных людей. И они уходят и исчезают. Вы знаете, поэтому сегодня хочу вам сказать, дорогие друзья, что не должно так быть. И есть семья Божья, да, где не должно так быть. Это единственное место, это церковь. Я хочу, чтобы мы ушли на Колоссяном 3 главу. Я знаю, что за этот месяц варианта нет, чтобы эти местописания не касались, да. Некоторые из них я слушал, пастора Олега. И я буду где-то что-то говорить, что вы слышали. Но хочу сказать следующее. Давайте примем решение, что мы ничего не знаем. Скажите, я ничего не знаю. Если ты хочешь что-то сегодня получить, дорогие, мы сегодня, давайте еще одно обещание, я у вас попрошу. Вы даете мне обещание, что сегодня вы что-то измените в вашей семье после этой проповеди. Что-то измените в вашей семье. Обещание даете? Перед Богом. Все, мы тогда идем дальше. Ну, дорогие сестры, простите, пожалуйста, все претензии апостолу Павлу, кстати, я здесь просто передатчик, да. Он там, может, у нас, Павел, ну как ты мог такое написать? Но буду говорить, что он написал. И он начал, не знаю, почему-то, ну, я бы даже хотел бы от мужчин, но он от женщин начал. Поэтому начнем от женщин. Колоссянам 3, 18, 21. Мы просто поймем роли и задачи, посмотрим на себя, четко оценим, зададим себе вопрос, являюсь ли я библейским мужем или библейской женой, и если что-то не так, я поменяю. Вот это можем, да, принять решение? Поехали. Жены, повинуйтесь мужям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. И вот эти сферы мы все затронем. В семье есть муж, жена и дети, да, у каждого есть роль. Если в семье, кстати, нет детей, я вам очень прошу и умоляю, усыновляйте детей. В России миллионы сирот детей, которые не имеют родителей. Если вам почему-то Бог не дал ребенка, я думаю, что вам нужно сделать попытку усыновить. Поэтому семья без детей, она уже не полноценна. Надо усыновлять. Теперь, что мы видим здесь? Женам надо повиноваться мужьям, мужьям любить своих жен, детям быть послушны родителям, отцам не раздражать детей. Мы сейчас это все разберем. И в Бытие 3.16 мы начинаем с женщин. И мы должны разобрать, что же в Библии про нас написано, и тогда, может, мы заметим что-то неправильное внутри нас. В Бытие 3.16 написано, «Жене сказал, умножая, умножу скольпт твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему в лечение твое, и он будет господствовать над тобою». Вы помните, что эти слова были сказаны после того, как Бог проклял землю. В Бытие 4.6.7 повторяется это же предложение, и я хочу вам разъяснить смысл этого местописания. «И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился, отчего поникло лицо твое, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». И здесь повторяется то же самое предложение, «Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Я почему прочел это местописание, чтобы мы понимали, что здесь использовано то же самое слово, и оно, вот это влечение мужу свое, может быть, кто-то думает, это сексуальное влечение, еще какое-то. Я хочу разъяснить вам смысл этого слова. Оно означает контролировать, овладеть или править тобой. И Бог говорит Каину, что грех зависти пытается контролировать тебя, но ты господствуй, победи, если ты этого не сделаешь, ты убьешь своего брата. Точно так же Господь жене говорит, что ты будешь после грехопадения пытаться контролировать и править своим мужем. Если сестры будем честными, чувствуете, что это хотите так делать? Честно. Вот нам часто говорят, муж тело, да, там, муж голова, а жена шея. Вот жена так и хочет сюда повернуть, он туда не хочет, она опять туда, туда. У тебя друг плохой, надо с ним разобраться, сюда. У тебя бизнес неплохой, у тебя босс плохой, у тебя ты, папа, плохой, ты такой, ты такой. И вот она постоянно пытается контролировать. Мужчину это выводит конкретно из себя. И в этот момент он принимает скорбное решение господствовать. Вот Бог заранее говорит, после грехопадения напоминает, что ты станешь в таком состоянии, что ты будешь пытаться контролировать мужа, а его нереально контролировать, потому что он мое подобие. Пытаться контролировать мужа – это то же самое, что пытаться контролировать Бога, потому что твой муж – маленький Бог. мужчину время было аминь потому что муж когда бог был создал человека дорогие прекрасные сестры там был мужчина и он когда создал сказал создадим по образу нашему подобию нашему отца сына и духа святого создадим душу дух и тело это был адам это значит что бог создал еще одного бога свое подобие посадил на земле потом год помощника и вдруг помощник пытается контролировать того бога вы понимаете что это нереально но это последствия грехопадения и мы должны понять что мы искуплены драгоценной кровью иисуса христа и больше эта часть она должна уйти нашей жизни от него надо отрекаться от него надо отрекаться от него надо избавляться от него насколько я отрекаюсь от этого я принимаю решение не пытаться даже контролировать своего мужа и когда вы перестаете это делать перестаете контролировать перестаете начинаете повиноваться муж обожает вас он чувствовать начинает себя на самом деле богом он начинает чувствовать и как бог он начинает любить вас вы знаете когда сказал что он начинает себя чувствовать Богом, вы так подумали, как будто Бог такой, знаешь, такой скверный, злой, не-не-не, он любящий, Бог любящий, он начинает любить, он хочет дать этому человеку что-то, он хочет дать ей что-то, он хочет что-то ей купить сразу, понимаете, дорогие друзья, но когда женщина начинает пытаться контролировать, начинается кошмар, поэтому я хочу, дорогие женщины, время уходит начать разбираться с вами, что значит повиновение, что значит повиновение, сестры, давайте номер один, записывайте, запомните, исследуйте сердца ваши, мы для того, чтобы понять, мы вообще как там, так, так, так или ровно у нас все, первое, что надо записать, прежде всего, повиновение, это означает внутреннее понимание, что над тобой есть лидер, у кого-нибудь есть понимание внутреннее, что над ним есть лидер по имени муж, аминь, мужчина уподобляется писание подобию Христа, это Ефесянам 5 глава 22 стих написано, жены, повинуйтесь своим мужьям ко Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела, но как церковь повинуется Христу, так и женам своим мужьям, сестры, скажите последнее слово сами громко, где оно там, это слово, Макс, куда ты дел, Таня, уйди, Таня спрятала, где слово во всем, я не вижу, во всем, во всем, хорошее слово, сестры, но никто не сказал, ну ладно, теперь я хочу сказать, что мы видим сегодня церкви, которых благословляют геев, и называются церквями, да, мы видим церковь, которая не повинуется Христу, что происходит, дорогие друзья, Бог убирает руку от этих церквей, и там Бога нету, это сатанизм чистый, да, хотя называются церквями, они венчают геев, да, вот точно так же, когда жена не принимает лидерства мужа, муж убирает свою руку от нее, Бог убирает от церкви, муж убирает от жены, вот сравнение, и этот муж, он ничего не хочет делать такой жене, он убирает свою руку от такой жены, кто-нибудь хочет все, чтобы муж убрал от вас руку, вы стали безразличным ему, да, он не хотел участвовать вообще в вашей личной жизни, ни в чем, никто же не хочет говорить, правда, поэтому номер один запишите, внутреннее понимание, что над тобой есть лидер, все, ты по жизни попал, аминь или нет, у тебя есть лидер, все, приятно попал, это так круто, ты не первый, ты второй, знаете, все хотят быть первыми, первым быть очень нелегко, дорогие друзья, вторым вообще классно, поэтому это благословение, второе, это, второе, что такое повиновение, это почитание и уважение своего мужа как лидера, теперь скажите, пожалуйста, мы, что имеем Богу, да, мы имеем страх Господень, имеем, мы, его слово для нас очень важно, важно, мы исполняем его повеление, вот точно так же, вот женщины должны иметь почитание, глубокое уважение мужа, это страх Господень называется, второе слово мужа для вас должно быть очень важным, и третье, вы должны исполнять его повеление, я вам честно скажу, вот я признаюсь, вот моя жена, она беспрекословно все мои повеления исполняет, все беспрекословно, я вдруг заметил, что она вообще ни в чем не отказывает, и вы знаете, это автоматом происходит у нее, у нее даже нет вопроса, осполнить или нет, иногда просто, может быть, она слишком уставшая, или что, я вижу, говорю, ой, извини, я сам делаю, но у нее внутренний уже настрой такой, исполнить повеление, у нас нет в семье такого вопроса, что вот думать надо ли или не надо ли, понимаете, это уже настроенный режим, поэтому тут можно выразить многим женщинам и сказать, он не исполняет свои роли, недостаточно зарабатывает, недостаточно уделяет внимание, да, женщина, обычно же я пастор, у меня, ой, сколько раз говорят так, он не такой, как должен быть, хочу теперь вопрос, и я хочу развестись, приходят и говорят, вот он недостаточно, 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 я говорю, подождите, вас бьет? Нет, бьет, слава Богу, нет, не бьет, изменяет? Нет, что еще? Недостаточно денег, недостаточно того, и я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, во время венчания, когда я вас венчал, вы там, у вас были какие-то условия, вот я буду с тобой, пока смерть не разлучит нас, и, запятая, и, если денег меньше будет, меньше времени будет, еще что-то, вы говорили во время венчания? Вы говорили, говорит, нет, я говорю, так вы же Богу об этом не говорили, вы сказали, что только по причине прелюбодеяния могу тебя оставить, прелюбодеяния нету, насилия нету, вас не убивают, и вы просто из-за того, что что-то стало хуже, а вдруг он завтра заболеет и не сможет зарабатывать? Вы же сказали, и горе, и болезни, и в несчастье, и в бедности, вы же провозглашали в духовный мир, вы знаете, что вы давали Богу обещание, а Экклесиас мудрый говорит, Экклесиас на 5 главе, когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Бог говорит, вы глупые люди, вы обещали, вы попадаете в список людей глупых перед Богом, и как можно потом ждать какие-то благословения, вы уже пытаетесь развестись, и он говорит, лучше не обещать, чем не исполнить. И вы знаете, враг душ не забыл это, он приходит к тебе и говорит, так, человек обещал Богу никогда не развестись, он сегодня нарушает свое нарушение, он нарушает обещание Богу, и у него появляется лазейка, как войти в твою жизнь и разрушить твою семью. Поэтому с лексикона должно исчезнуть слово развод. Аминь, сестры. Третье, что такое повиновение? Это также подчинение. Вы знаете, я знаю, что здесь много бизнесменов, наверное, занимаетесь, понимаете, вот мне пришло такое откровение, вот делать пример как бизнесе. Кто бизнесом занимается здесь? Вы понимаете, что такое учредитель и гендиректор? Кто знает, что такое учредитель и гендиректор? Вот в моем понимании, кто не знает, объясню. Учредитель – человек, который берет определенную энную сумму денег, учреждает компанию сам за свои средства, у него есть видение что-то делать, он все создает, он хозяин полностью всех средств, потом он приглашает человека, нанимает на работу, называется гендиректор, тот ничего не вкладывает, он вкладывает свой ресурс, и он начинает всю работу делать. Вот в моем понимании, семья – это как муж-учредитель, жена-гендиректор. Муж, он все вкладывает в муж, но жена, она исполняет всю работу, и это есть подчинение. Да, муж имеет право на ошибку, точно так же, как учредитель на ошибку, но это же его деньги. Это же его семя, это же его дети, это дети его семя. Без его семени твои дети не родились бы. Он рискует своими детьми, он рискует своим капиталом, он рискует каким-то проблемам, но ты должен понять, я не учредитель, я гендиректор. Понимаете, да, в хорошем смысле. Но опять же, дорогие друзья, мы должны понять, что гендиректор, он очень важная личность, потому что без гендиректора ничего невозможно. Учредитель ничего делать не может, и они зависимы друг от друга. И когда учредитель хорошо благословляет гендиректора, хорошими зарплатами, и гендиректор верный учредителю, эта компания процветает. Вот там, где этого нет, кто-то зажал деньги, гендиректору денег не дал, чуть-чуть дал. Гендиректор что делает? Уходит к другому. Вы знаете, поэтому дьявол хочет, чтобы учредители не вкладывались, не давали деньги, а гендиректор ушел к другому. И вот так и происходит в семьях. Жена уходит, ищет мужчину. И как только мужчина находит, она уже еще в браке, уже ищет мужчину. Послушайте, очень много разводов происходит чаще всего, когда появляется дама или кавалер. Понимаете, будучи людей в семье уже. Уже кто-то глазками заиграл, мужчина уже готов, в случае чего уйду. И потом смотрит на гендиректора. Гендиректор плохо работу делает, один раз, два раза, три раза. Он уходит к другому гендиректору. Вы знаете, но в компании, в котором есть единство, в которую учредитель вкладывается, гендиректор пашет, они вместе двигают эту компанию, они процветают. И мы знаем, что есть компании, где уже сотни лет им. И вы знаете, там есть люди, которые десятки лет работают, не расходятся, совершенно мирские люди. И мы христиане, мы не понимаем, кто, как, где поставлены, начинаем права качать друг к другу. И начинается проблема. Поэтому, жены, я хочу прочесть вам, 1 Петра, есть образ женщины в глазах апостола Петра. Вот эту претензию уже Петру, не Павлу. Это Павел прошел уже. Так же вы, жены, будьте послушным мужьям, чтобы, если те и не повинуются слову, были бы без слова покорены Богу, поведением своих жен, видя вашу чистую богобоязненную жизнь. И вы сейчас, дорогие сестры, что-то увидите для себя. Пусть ваша красота будет не внешней, зависящей от пышных причесок, от золота, роскошной одежды. ВОТС МАТРИКС 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 ВОТС МАТРИКС